Как ситуация с пожарами складывается в этом году? Каковы предварительные итоги? Уменьшилось также случаев гибели людей на пожарах на 22%. На сегодняшний момент у нас погибших семеро, с анагичным периодом прошлого года было погибших 9 человек. Травматизм людей тоже уменьшился в два раза. На сегодняшний день 7 человек, которые получили травму на пожарах с анагичным периодом прошлого года, 14. Порядка 25% пожаров происходят на автотранспорте по причинам неисправности узлов и агрегатов средства. Поэтому настойчиво просим автовладельцев вовремя проходить техническое обслуживание автомобилей и, соответственно, все неисправности оперативно устранять в кратчайшие сроки. Какую профилактическую работу проводят специалисты надзорной деятельности в нашем городском округе? Для недопущения обстановки с пожарами и гибели людей на них силами Мытищинского гарнизона пожарной охраны проводится необходимый комплекс мер организационно-профилактического характера. Сотрудниками отдела надзорной деятельности осуществляются поквартирные и подворовые обходы, с жителями проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности, разъясняются им требования правил пожарной безопасности. Также сотрудниками проводятся профилактические мероприятия в садовых некоммерческих объединениях граждан, на строительных площадках, бытовых городках. Также ведется разъяснительная беседа о мерах пожарной безопасности. Постоянно к нам на территорию 17-й пожарной части приходят школьники, также ребята из дошкольных образовательных учреждений. При проведении всех профилактических мероприятий детям показывается пожарная техника, руководителями тушения дежурной смены полностью они предоставляют им пожарный автомобиль, детишки могут спокойно открыть сами, залезть в автомобиль. Потом наши бойцы подают воду, пену и дают детям самим попользоваться пожарным стволом. Им, в принципе, очень интересно, поэтому у нас эта работа продолжается в неделю, наверное, раза по три они приходят к нам. Особое внимание уделяется многодетным семьям, также социально незащищенным, категориям граждан. При государственной программе Московской области безопасность Подмосковья на период 2017-2021 годы выделены финансовые средства для приобретения, ну для выкомплектованности вот этих семей, малой мощи граждан, автономными пожарными извещателями. Ну у нас на территории где-то порядка тысячи семей таких, да. Автономный пожарный извещатель это своего рода как бы такой датчик, да, который крепится на два самореза и работает он от батарейки. То есть ты его просто крепишь к потолку и в случае возникновения там задымления какого-то, да, он автоматически срабатывает и происходит сигнал от него. То есть человек, который как бы спит, он может услышать, подняться и вовремя, скажем так, покинуть очаговую зону. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при наступлении зимнего периода? Призываем граждан особое внимание уделять в связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода электронагревательным прибором, газовым баллонам. Ни в коем случае нельзя вносить газовый баллон из холода в нагретное помещение, потому что, ну это может быть случиться бедой. И поэтому газовая плита предназначена только для приготовления пищи, да, ни в коем случае нельзя на них там белье сушить, там еще что-то, да, ну и использовать для обогрева помещения. То есть необходимо использовать ее по назначению. То есть если это газовая плита, ты только готовишь на ней пищу. Пищное оборудование, что хочется отметить, ни в коем случае нельзя допускать перекал печей, вот, потому что порой не выдерживают эти трубы, да, и в местах соприкосновения вот этих трубы и перекрытия, ну, происходит нагрев, и через какие-то отверстия могут там вылететь искры, и, собственно, потом может произойти как бы сгорание там бани, дома. Поэтому вот особое внимание хотелось бы, чтобы люди обратили на это. Какие профилактические мероприятия планируются в преддверии Нового года? Совместно с сотрудниками полиции происходят рейды по выявлению места несанкционирования, да, продажи вот пиротехнических изделий. Вот при выявлении и при, если есть какие-то нарушения обязательных требований пожарной безопасности, да, сотрудниками отдела возбуждаются административные дела, и виновные наказываются в виде штрафа. При покупке какого-то пиротехнического изделия следует обратить внимание особенно на инструкцию на этом изделии, да, во-первых, она должна быть на русском языке, вот, прочитать ее, ознакомиться, потребовать продавца сертификат обязательно на данную продукцию, вот. И, соответственно, при запуске тоже следовать инструкции, вот, которая обозначена на пиротехническом изделии. В конце декабря, в преддверии наступления вот этих новогодних всех праздников, сотрудники государственной противопожарной службы и инспекторы отдела надзорных деятельности будут переведены на усиленный вариант несения службы. Вот, в обеспечении безопасности будет задействован весь Матичинский пожарно-спасательный гарнизон. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности взяты на учет места проведения детских мероприятий и утренников. На данных объектах будут проведены профилактические и проверочные мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова